Всем добрый день! Мы возвращаемся на Dota Pit. Второй сезон китайской лиги и группа А на повестке игрового дня. Вич гейминг против цдеков. Формат БУ3 это последняя игра на сегодня. Сегодня уже было сыграно два матча. IG обыграли RNG 2-1. LGD обыграли команду цдек 2-1. И цдеки отдохнули около 10-15 минут. Мы ожидали пока команда зайдет в лобби. Команда отдохнула и готова еще играть серию. 2-3 карты нас ожидает. Вообще, конечно, интересно складывается этот турнир. Потому что главная сенсация это Sparrow Gaming. Команда, которая совсем недавно нереальный результат показала на Beyond Epic. Китай сейчас уже две победы подряд против IG, против RNG. Шанс выйти из группы минимальный. То есть команда, которая только-только выиграла турнир. С призовым фондом неплохим. 50 тысяч долларов был призовой фонд. Команда заработала 20 тысяч. И соперники-то в целом были плюс-минус одинаковые. Да, там были некоторые команды другие. Но в целом те же самые коллективы участвовали. И посмотрите, что происходит. Саги в данный момент вообще не могут показывать результат, который мы видели совсем-совсем недавно. По поводу этого матча, Vichy Gaming. Команда сегодня уже один матч сыграла. Проиграли. Не сегодня, прошу прощения. Вчера это было. Против E-Home 2-0. Там была такая очень плотная битва. Вот видите, Vichy Gaming на второй карте проиграли. Тем не менее, Vichy Gaming в этом матче, по моему мнению, фавориты. Но вот коэффициент от нашего букмекера париматч. С деки 2-0-1 и 1-75 на команду Vichy. То есть, тоже считают париматч, что небольшой фаворит все же является команда Vichy Gaming. Я бы сказал, что, по моему мнению, большой фаворит. Vichy Gaming прекрасно себя показали в рамках B&E. Эпика того же самого, и они до финала дошли, и только в финале проиграли со счетом 3-0 в команде Saga. Поэтому, я думаю, что от Vichy Gaming здесь можно ожидать достаточно легкой игры. Я не знаю, почему нацдеков так многие надеются. Я не могу понять. Команды уже в последние 3-4 месяца не показывают результат. Почему ожидания от этой команды настолько высокие? Но у них же вообще результата никакого нет. Я, может, что-то, конечно, пропустил. Вы даже можете зайти на Ликвипедию, и вы поймете, что на крупных турнирах цдеки не показывают себя уже очень-очень-очень-очень долго. Поэтому, не знаю, с чем связаны такие ожидания. На том же B&E 5-6 место, наверное, это не тот результат, который ты ожидаешь от команды, которая там раз за разом в матче не является очевидным аутсайдером, либо вообще является фаворитом. Ладно. Мое мнение вы узнали. Vichy Gaming's Deck. Давайте к драфтам перейдем. Phoenix Mars уже со старта от Vichy. Закрывает Мирану тут же Абаддоном. Но это не только Мирану, это и Огра. Закрывает потенциальный Тайдхантер. Можно прикрыть Абаддон, напомним, может включить ультимейт в момент любого стана. То есть, есть ситуация, где Абаддон нажимает ультимейт во время рейвейджа, представим, и тут же снимает стан. С того же Манка Кинга. Может быть, Phoenix, который раскидывает спиритов. Тут много вариантов. Может быть. Плюс к этому появляется прекрасный вариант против Тайдхантера, против Огра, против Эмбера. Ты видишь трех милишников. Прежде всего, конечно, против Тайдхантера. Да и Эмбера на миде можно закрыть. То есть, МК может пойти как на легкую, так и в мид. Ну и, конечно, все это залетает под очень эффективную комбинацию с Марсом. С Яйцом Феникса. Не знаю, мне вот пик уже снизу так нравится. Так он мне понравился. Что я его... Я предпочтение отдам за Вичи Гейминг уже сейчас. Вичи Гейминг, turn to battle. Пан ДП. ДП. У Вичи Гейминг и правда есть проблемы с пушем. Нет героя, которые могут урон по строениям наносить. Я тут, кстати, пропустил момент, когда Лишрак пропал из моды. Я не знаю, почему я вспомнил этого героя. Но вот есть у меня еще нечто. Вичи Гейминг могут Лишрака сейчас взять на мид. Но, наверное, это так. Скорее, мои фантазии. Кто еще неплохо пушит? Неплохо пушит Лина. Но я бы скорее поверил, что дзеки бы Лину могли взять. И против Феникса классно, и против любого героя на миде вы стоишь. Бан Луны. Это кисет считает, что Эмбер пойдет в мид. Можно понять. Из преимуществ дзек хотя бы наличие 22-го пика. А то вообще было бы грустно. У тебя уже, знаете, 22-го-то неправильно будут говорить. Это уже, получается, 24-й пик. Как-то мы привыкли. Это 24-й пик. 23-й, 24-й. Террор Блэйд от Вичи Гейминг. Не, ну, знаете, это вот прям идеальный пик, по мнению комментатора, которого 5К всего. Но, тем не менее, я считаю, что пик прям снизу прям хорошо. Может быть, Террор Блэйд это не самый идеальный герой против Тайт Хантера. Там, когда в миле форме Тайт Хантер может якорьком закидывать. Ну, хотя, с другой стороны, ничего страшного. Террор Блэйд выдержит эти якорьки. Появляется мощный пуш. Ну, и тут Нага. Ну, вот, ответ хороший. Да, ну, это хорошо. Это хорошо получилось. Ответили Нагой. Нага может и засетапить неплохой вариант по драйведжу, и засетапить с липом. Вот, стрелу. Опять же, Абадон. Абадону не отключишь. Абадон постоянно будет подходить. Давайте Фотик. Фотик Шилд. Ну, хорошо, это Нага. Может быть, это будет спасение. Может быть, с этой Нагой Дзэки покажут. Ами на Наге Сирене. Я, конечно, понимаю, что у Дзэков есть шансы. И им нужно бороться. Они максимально замотивированы. Но, в общем-то, и Вичи Гейминг замотивированы. У них уже одно поражение. И завтра как-то отыгрываться с ЛЖД неохота. Да, я совсем забыл сказать, что их Ом уже гарантированно топ-1. У них три победы. И больше игр не осталось в группе. Поэтому они сразу же отправляются в Upper Bracket. Раунд 2. Также IG оказались в сетке винаров раунд 2. Но и Хоум, и Энни Миктус Гейминг в этом раунде не встретятся. Они как раз-таки разделены. И ждут. Ждут оппонентов из первого раунда. Ой, какой Террор Блейд так красивый от Папарацци. Он же Эурус. Пепельный, я бы сказал. А не белый. Ну что ж, предпоследний день групповой стадии на Дота Пите. Как Фор сказал, пять карт было хороших. Шестая была немножко скучновато. Душновато. Надеюсь, что в этом матче таких игр не будет. И все карты будут интересные. По крайней мере, ну, по тэгнеймам. Ну ладно, по тэгнеймам. Че уж там. Что бы мне сегодня не довелось комментировать. Матч хороший. В Китае сейчас команды все на одном уровне. Им Хо. Есть слабее и сильнее. Но нет такого большого разброса, как бывает в Европе. Как бывает в Америке особенно. Так, это уже, по-моему, новый сет, да? Я не помню, я сегодня смотрел. Ну да, 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 да. Новый сет. Но он ничего не изменяет. Странно. Он супер-рарный, но я не заметил, что он хоть что-то изменял бы из иконок или анимации. Притом, кто-то может сейчас подумать и зрителя. Я вижу в чате пишут, что комментатор там за Вичи. Я не за Вичи. Я удивляюсь феномену, почему в ZDEC так много людей верят. Почему эту команду считают настолько сильной. Эта команда неплохая. Но я не вижу эту команду как настоящий сильный противник тем же Вичи, тем же LGD, тем же и Хоум. Не спорю, что потенциал есть, но глупо сейчас считать этой командой прям фаритом на этом турнире, как редко мы видим. Ой, спамливается Марс. Неплохо поддавили с Нагой, неплохо поддавили с Огром. Огрый-то и по ресурсам минимально потерял стрела на разведку. Да и может быть в пиво и хотелось попасть. Не попали. Марс жесть с этой, честно говоря, я на полсекунды подумал, что это вообще Акс. Да, то, что, конечно, появилось в рамках последних сундуков, это какая-то жесть. Тут становится все непонятнее. Так, мир рано идет крипов. А, крипов, каких крипов? Искать курьера? О, крипов переагриваются. Приятно. Приятно. То есть все еще можно вот так вот брать и ломать линию. Просто нельзя условным Аксом, получается, заходить. А так все работает, поехали. Бежали крипы. Надо просто выбрать хорошую позицию и крипы твои. Прекрасно. Здесь курьер мир рано. Посмотрите, как аккуратно играет Джеймс. И линия поломана. Абадон Террор Блейд. Даже Абадон здесь классно заходит. Я имею в виду, и на линии можно подходить спамить, потому что Тайт Хантеру... Ты не боишься Тайт Хантера. Так, ну что, у Наги не сказать, что дела идеально идут. То есть Марс дает борьбу. Марс постоянно тут и крипов будет пытаться доноить. Но пока мне даже интересно, что на миде происходит. Потому что вот я и говорил, что Манки Кинг, он тут невероятно крут. Потому что на двух линиях он чувствует себя в порядке. Я думаю, что на легкой линии он бы еще круче себя показал. Пока мы видим 6 денаев. Видим, что Эмбер постоянно стоит без ХП. Танго заканчивается. У Манки Кинга есть возможность восстановиться еще и Джингу Мастере. А если там еще и палку по Джингу Мастере нажать, то восстановишься вообще без проблем. В общем, на центре Ори условия близки к идеальным. Почему не идеальные? Потому что он пока не убивает. Ну и вот он ободон с уровнем 2. Пассивку прокачал. Я вот это и ожидал. И можно подходить Тайт Хантера бить. Застакивать пассивку. Нага 7 крипов. В Марсе мы наблюдаем 11. Я смотрю, что там Эмбер многовато подобивал. Это даже вроде не лесные крипы. Посмотрите, как крипстат увеличился. А, ну тут сейчас Манки Кинг тоже добьет всю пачку. Ясно. Он там пачку, видимо, как-то быстро добил. Сейчас Манки Кинг аналогично добьет по Джингу Мастере. Джингу Мастере тоже неспроста появился. Видимо, там Эмбер рисковал. Будет сейчас так и тебе лес. 54-я. Полетели. Так, вард стоит самого Эмбера. Поэтому он наблюдает. Видит, что крипы появляются. Минус Курьер Огра. Не очень приятно. Но у Пива больше нечего на линии делать. Он не особо полезен. Ой, как же Эмбер тут больно от крипов. Посмотрите, хп почти не остается. Еще фисты. Плазка есть. Надо ее уже активировать. Можно регениться. Так, что-то долго он дожидался, пока флазку нажмет. Флазка в предпоследнем патче была немножко изменена. Теперь нужно больше времени, чтобы она восстановила тебе хп. Так, ну и коэффициенты от наших корешей с париматч. Тут не особо что-то поменялось. Вичи гейминг 11.75 с деки 2.01. Также напомню, что под стримом есть специальный баннер, где вы можете найти бонус от париматч. Если вам это интересно, заглядывайте обязательно. В общем, да, пока ничего не произошло за 4 минуты. На центре разнос только по динайм, а по крипам эмбер держится за счет лесных крипов. Ой, как все просто-то получается. Телепорт от Абадона. Шансы выжить еще у вори имеются. Абадон и фотик шилд дают палку просто, чтобы выиграть время. Фисты. Удар от Мираны все-таки долетел. Ну, я так прям оверхайплю немножко, потому что Джеймс с липами был. И там еще хватало зарядов. И как-то вот очень просто, очень просто получилось. Счайных стрела убийства. Абадон мгновенно прилетел, но помочь не сумел. И убивают Манки Кинга. Мирана набирают оборот. Джеймс оказывается уже снизу. Стрела уровня 2. Ну, давайте поглядим, что получится сделать здесь. В чем проблема? Если атаковать Марс, Феникс раскинет спириты. Если атаковать Феникса, там Марс тоже копье может дать и выиграть время. И Феникс успеет уйти. Стрела 2 уровня. Ну, в общем, если попасть, то стан будет достаточно комфортный. 4 секунды на максимум. Под фаербласт это сделать будет не тяжело. Сейчас посмотрим, что может произойти. Пока происходит дисконнект мидера команды ZDEC. Пропал куда-то XM. Кто руну забрал? Тут я момент прозевал. Руну забрал Абадон и Иллюзии. Кстати, Иллюзии у Абадона классно работают. Продолжение следует... Феникса все-таки убили. Я почему-то даже перестал смотреть, как-то на Феникса нападали. Получилось убить. Не хватило копья, которое было в кулдауне погоне и за Марсом. Забирает Мирана как минимум баунти руну. Я не буду переобуваться. Независимо от того, что на этой карте произойдет. Я не буду переобуваться. Я комментатор, который не переобувается. Если ZDEC вдруг выиграют, то можете официально в чате уволить. Но только в чате. Так сказать, как штраф. Хотя я все еще понимаю, что пока изменения на карте, они незначительные. Так, как же круто, что можно катапульта одной стрелой убивать. Катапульта в последнем патче стала мощнее. О, видите, для Мираны 900 хп, 500 тысяч хп. Не важно, стрела она уничтожает все. На центре еще одна атака. В этой раз стрела неудачная получается. Бьют Эксема. Джингу Мастры застакался. Подходит Феникс. Но тут уже не продолжить. Может даже... А, палку, палку нажимать. Но можно нажать палку. Восстановиться быстро. Море, в итоге, видимо, ограничится танго, либо фласка не дает. Палка восстанавливается полностью. Фласк лучше пока подсейвить. 31 у Тейдхантера. 31 у Террор Блейда. Ну и на центре, несмотря на вот этот First Blood, несмотря на смерть именно Манки Кинга, ничего не изменилось. Давайте я на Нетворс перейду. Я думаю, по Крепстатам уже мало интересной информации. Информация просто дает нам понимание, что произошло. У Марса все прекрасно. Тейдхантер предсказуемо отстал линию хорошо. То есть, ну Тейдхантер... Тейдхантер Тейдхантер не закрывает Тейдхантера. Манки Кинг закрывает. Террор Блейд Тейдхантера вообще никак не закрывает. Поэтому неудивительно, что Тейд простоял на линии вот так вот. То у него есть деньги. В целом мы видим, что все коры на всех линиях имеют фарм. Террор Блейд, так же как и Нага, может в какой-то момент отправиться в лес. Два в Рейсбэнда. Есть иллюзии в три. То есть, вообще не проблема. Проблема в лесу на эти денежки. Нага уже лесочек поднимешку фармит. И я не вижу, что может поместить как-то Феникс. Хотя, давайте смотреть. Есть арена. Ну и у Наги уровень 6. Тем не менее, понятно, нет никакого с ней поставиться. Арена. Не получается увернуться Наги от копья. Это ключевой момент. Критическая... Ой, да ладно. Выходит из арены. Феникс полетел. Дает еще один удар. И все-таки Ив делает убийство на кэри-команды Дздек. Но, знаете, так прям очень-очень на тоненького. Только потому, что ребята попали всеми способностями. Получилось совершить убийство. Так, на топе там Дивая. Бедного гоняют. Сюда подходит Огар. Тем не менее, это Абадон. Абадон еще и под бафом Тавара. Поэтому... Тачи убить этого Дивая. Ну, ладно. С Ампером получится. Да, слишком много героев сюда приходит. Ну, значит, раз где-то много героев... Стороны Дздек, где-то много героев стороны Вичи. Где все Вичи находятся? Ага, Вичи просто лес. Пармит битва в лесу. Нага приходит неожиданно на большой кэмп. Воюет за сатиров и его детей. А много героев снизу у Вичи. Манки Кинг перемещается поближе к Марсу. У Марса появляется арена вот-вот. Манки Кинг. Можно купить саблю. Можно в будущем апнуть ее, напомню, в Сильвер. Против Тайт Хантера может работать. Хотя какого-то прям мастхэва в Сильвер Эджи здесь нет. Тут мастхэв весь в виде Блэкинг Барри, это точно. Так что надо будет смотреть. Пиф. Нет, уже ничего. Есть только и фотик. Стики в кулдауне были совсем недавно активированы. На топе немножко зажгли. С Дэки. Молодцы. О, и Дивай снова находят. А, к сожалению, полгода назад или около того, об аддону пофиксили способность койла. И теперь заданается нельзя. Погибает Дивай. Немножко просто фидит. Цаппорт и Вичи Гейминг. Что-то к этой линии прицепились. И самое страшное, Вичи Гейминг на остальных линиях бездействует. Ну, кроме вот этого легкого пуша, ничего не вижу. Пытаются найти Мирану. Мирана без липов. Она уходит уже слишком далеко. Хоть и на Варде Джеймисы прекрасно видят. Но догнать его не получится. Отпускают. Разменялись башнями. Зэки, правда, оказались здесь без смертей. В то время, как Вичи Гейминг погибли трижды. Так, все-таки Мирану добиваю, да? Притом в той же точке, откуда она там пыталась убежать. В какой-то момент. Вот с помощью Марса. Это с помощью Копья. Арены не было. Арены в том моменте не было. Ну что ж, преимущество вот так не увеличивается. Нага с ТБ воюет по фарму. Да и посмотрите, все коры примерно на одном уровне. Наверное, вот разница между Мираной и Фениксом ощущается. И то Фениксом пытается догнать своего оппонента на четвертой позиции. Разница невелика. Ну Мирана просто фарм потенциал выше. Может стрелу дать уже большого крипа дофармить. Там и ручками, старштормом без проблем получается дофармить и оставшуюся часть большого спауна. У Марса есть Солринг Фейзы. Появляется Ультимейт. Что там по арене Манки Кинга? Но вот уже вот-вот появится. И арена Манки Кинга будет сабля. Ну я как-то сказал, не обязательно ведь эту саблю во что-то апать. Но просто при этом, что теперь такая функция есть. И в этой игре это может быть полезно. Что ты можешь купить тебе и Шэдоу Блэйд. И в будущем и Сильвер собрать. И еще и слот освободить. Нередко сабля раньше ближе к лейтгейму продавалась. Руну ворует Феникс. Эмбер бы очень хотел бы забрать волшебство в пустой-то Боттл. Да и сам по себе Эмбер любит такую руну. Арена Супернова. Телепорт. Красиво. Красиво получилось. Поспешил Феникс с ультимейтом. Явно тут надо было дождаться копья. Хотя ладно. Может быть если было копье, а потом уже ультимейт бы залетел. То Феникс бы не успел бы взорваться. И в будущем отменить потенциальный слип плюс телепорт. Отличная работа от Наги. Потери у Вичи Гейминг не то чтобы значительные, но неприятные. Надо дать Суперновую арену и получить в ответ только один ультимейт от противника. Наги живо продолжает фармить. Вырывается на вторую позицию. Тайт Хантер первый с номинатором, с фейзами. Бегает с этим опасным крипом на 92 урона. И давит, давит линию. Это уже мид. Это уже серьезно. Драться о Вичи Гейминге, как мы понимаем, нечем. Закончились у них некоторые кнопки. У того, что Тайт Хантер все еще имеется рэвидж. Гонит Эмбер Спирита подальше. Нет у него источников для восстановления ресурсов. Да, это минус. Но есть Тайт Хантер за спиной. Есть его опасный крип. Подходит Мирана. Есть легкий проказ по Марсу. И мид собирает. Молодцы. Молодцы Эдзеки. И здесь разрулить получилось. Три героя Эдзек в топа. В топах находится. Атака на Тайт Хантера. Ну, бесполезно. Надо, конечно, смотреть. Но Тайт Хантер еще и рэвидж. Сможет нажать он быстро. Пытается убить хотя бы Медведемона Доминаторского. И даже его не получается добить. Но находит лишь здесь. Сентри. Одинокий. И Террор Блейд со своей метой просто уходит в армию лесу дальше. Все. Надо 2 минуты переждать. А для команды Эдзеки, по-моему, это шанс. Надо идти сейчас давить. Мета закончится. И самый момент для того, чтобы совершать убийство. Забирать дополнительные башни. На центре пока Эмбер. Тут воюет Марс. Могло получиться. Если бы попался под копье, это был бы фраг 100%. Тайт Хантер пришел навстречу к ТБ. Это может быть ошибка. Телепорт сюда еще и от Феникса. Феникс сейчас как-то Спиритов раскидает. Но Телепорт очень долгий. Прилетает Феникс. Спириты. Санрей. Замедление есть. Вообще рискует, господа. То есть, представьте, сейчас тут 100 телепортов. Могло быть их нет. Да, есть проблем. Спирит еще один. Попадает. Еще один прыжок есть для Вижена. Ну и СРФ умирает. Нам минус СРФ. Но представим ситуацию, где на топе миллиард телепортов. Тайт Хантер бы сейчас нажал реводж. Позиция у Вичей Гейминг была бы отвратительная. Все могло закончиться по-другому. Но телепортов мы так и не увидели. Никто не пришел помочь. Что удивительно. Тут есть онлайн. Дивай. Ультимейт остается. В запасе. В случае необходимости. Дивай его прокачает. И тут же включит. Так. Там арена была на Огра. Ага. Ну, били Огром. Ну, арена, опять же, не жалко отдавать. Там кулдаун вполне себе терпимый. Ой. Вот Янг умирает. Это плохо. Огра на Марса. Это уже не самый лучший размен. Преимущество с деками 3000 золота. Нага, конечно, дает надежду. Слип от Наги. Есть телепорт. Нага решила просто бежать. Не хочется телепорт тратить. Жалко. Бежит на треугольник. Точнее, правильнее будут сказать. Плывет. И, что самое приятное, можно прилететь к команде. Помочь снизу, если вдруг будет атака. Тут СРФ готов выходить, по-моему, с реведжем. Падон. Надо эфотик шелд давать уже сейчас. А ну, все, он ждет. Ультимейт нажимает. Тут же эфотик. Ой, как грамотно. Сандер. Сандер был уже. Обидно. Обидно. Но вы видели, как все было классно? Как все четко. Как все было выверено. Феникса пытаются убить. Феникс отлетает подальше. Ставит супернову. Убивают Айдхантера. Пока размен неприятный. Но если сейчас получится напасть там уже Марсом, а можно придумать намного лучше. Иксэм. Иксэм. Копье полетело мимо. Иксэм разворачивается. Можно еще его атаку выйти. Очень классно. Абадон. В момент. Стана прокачивает. Ультимейт. Нажимает. Вот тут же дает эфотик. Но ТБ Сандер дал. И как-то вот особо. Там, по-моему, то ли он по цели дал плохую, то ли что. Я не могу понять, почему его так мало хп восстановил. Атака на Эмбера. Полетела стрела. Есть фаербласт. Эмбера пытаются убить фисты. Эмбер на арену. Он улетает. Улетает. Не. Скажем так, что удачно. Работает урон от Икарс Дайва. Но он не слишком серьезный. Икарс, тем более, 1 уровня. Иксэм выживает. Снова потрачена арена. И уже в который раз она неэффективна. Так, атака на Огры. Он тут решил вардики поставить. Какие-то варды можно даже уничтожить. О, быстро убивают. Минус Огр. Дальше идут игроки Вичи Гейминг. Иксэм. Ресурсы есть. Но не сказать, что их много. Так, слушайте. Интересно. О, тружище решил отсюда улететь. Улетает прямиком в таверну. Погоня за Мираном. Мирана под Дастами. Под Монлайтом. Но в итоге Липа есть. Юл есть. Догнаться за ней бесполезно. Лучше пофармить. Будет больше денег заработано. За этот промежуток. Мага продолжает. Пылесосить все леса. Свои, чужие. Забираю эту Террор Блейда фарм. Против Ами пока я не вижу универсального приема. Манки Кинг Молнии будут покупать. Феникс Весел на подходе. Террор Блейд с Кадди после манта. Тут билд, по-моему, с Нагой очень похож. Сетка Тайт Хантеру выпала. Пока клыки вампира намного круче. Особенно на Тайт Хантера-то. С его якорьком. Иллюзию нашли быстро убили. Ничего необычного. Акмарс и Абадон. Абадон Трис Энтри. У Марса Блинк появляется. Не забываем про мощнейшую комбинацию. Арена от Марса. Арена от Манки Кинга. И яйцо от Феникса. Если все это нажать вместе. То будет взрыв. Арена от Манки Кинга. Падает мид Террор блейд вышел Активирован глиф Иллюзии протанковывает весь урон Там в спину какой-то будет мощнейший заход Тяжело конечно выйти вот так вот без Блинкдагера Абадон снова на готове Ставится арена Арена одна, арена вторая Огромная арена по области Нага нажимает слип Сейчас ребята переждут все способности Теперь можно будет полноценно драться Остается все еще Абадон с ультимейтом Главное, чтобы он не подключился случайно Будет очень неприятно Сетка на Террор блейды Все еще не нажимается Эфотик Эфотик ждет момента Дивуай Ультимейт включается Эфотик нужно нажимать Сандру спивает ДТБ Но спасет ли это его Аэроса это не спасает Супернова прекрасно взрывается Принимает всю команду с дек Но драться уже некому Террор блейд также здесь Прошу прощения, Марс также будет убит Абадон в таверне оказывается В параллельной драке Минус 3 делается Да, ребят Вам нужно фокусить нагу Иначе вы получаете просто слип И в итоге видите, что происходит Слип есть Да и арена плюс Арена Манки Кинга Две арены Были ведь плохие откровенно Ну что это за арена-то вообще Падает Рошан Я не знаю Хотят ли вообще здесь Вичи Гейминг Пытаться драться Можно сказать В шаге от Переобувания Господин Лекс Абадон ультимейт Подключает тут же Есть Юл В момент ультимейта Палочка Тайтхантер Киракеншал сработал Ставится арена Арена, кстати говоря Крутая Как бы ты продолжил Тайтхантеру убить Можно Тайтхантер убивает Стрела в самого Абадона Залетела Абадон исчез Афотика Может быть немножко Времени выиграет Афотик дает на себя Погоня за Марсом Копье через 2 секунды Можно будет как-то Отспамиться от Эмбера Таки летит По другой траектории На Манки Кинга Манки Кинг ставит арену В арене драться Желание немного Но нет Хватает урона Просто Нага Иллюзиями своими Выходит и убивает И Манки Кинга Убивают и Марса Разумеется Коэффициент От наших друзей Из пари матча меняется 1.42 Нацдек 2.75 На Вичи Гейминг Без комментариев Комментарии Я уже все на стадии драфта Сказал Но знаете Это мое мнение Я не Стесняюсь его выражать Правильное оно Или неправильное Вам в общем-то Пища для Получения удовольствия Можете писать Что вы и знали Что будет именно так Что у нас Понял Что у нас Что у нас Что у нас Это мобильное Преимущество уже в 7000 золота За команды этот дек Нага самая опасная здесь Аегис Скади, Манта и ПТ Ну и теперь вообще желательно не драться Желательно Ближайшие 3 минуты вообще избежать Все драки в команде ВИЧ и гейминг Манки Кинг Сили Райт Все же будет окупать В команде с дек нужно давить Сейчас Эмберс Аганимом Майл Штромом Плейд Мейлом А, снизу что-то тут Манки Кинга залетает Сетка уже в полете Поэтому не успеваю этого найти В центре ставится Пытается Манки Кинг Найти вардов здесь нет Ну что, тишина на карте Тишина на карте Полнейшая И должна это ВИЧ и гейминг устраивать Потому что если они хотят выиграть Им сейчас просто желательно Переждать момент Пока у противника Аегис Драться с Нагой С Аегисом Хотя главная цель в драке Нагу убить Либо как-то заставить ее нажать Слип позже Чем это нужно Либо вообще не драться Драться с Нагой Ну да Ровно 3 минуты на карте Вообще ничего не происходило По-моему первое Хоть какое-то нападение Манки Кинг ставит арену Ну бесполезно У Эмбера ДД У Эмбера и Теремна Ты просто их слишком много Такой урон не пережить Минус Манки Кинг Это единственная смерть У ВИЧ и гейминг За момент Когда противник забрал Аегис Ну там была драка Вот после этого Как мы помним Еще не происходило Аегис исчезает А у Наги В этот момент появляется Уже бабочка Ой тут и Феникс Подставляется Ребят ну что ж По одному то лезете И Карус пытается Улететь Феникс Тут иллюзии находит И иллюзии Наги Шансы вообще не оставляет Ставит Супернова Еще в придачу Ой как много лишних кнопок Супернова конечно же Уничтожена Дивай подходит Тоже решил посмотреть Пофотографировать Как любит говорить Торблейд здесь решил Погулять рядом Ребят что вы творите Ой что ж вы творите то Он просто пошел Вот так вот прям В лапы противника Не ну тяжело это описать Конечно Конечно В такой ситуации Тут полномочия Это мои Мои полномочия Здесь все Понимаете Они даже тут играют Тут не все герои Что Мирана И что нет Огр тоже Пассивно Выполняет Свою Просто задачу Плодластом Этих хватает Наги Которые получают Фул фрифарм Хатхантер Который Тоже грамотно ждет Конечно Чтобы Бадона Малых хп осталось Убирает грамотный фокус А Бадона заставляет Нажать ультимейт Уже после этого Кастуется реведж ТБ отказывается от БКБ Тоже непонятно В чем расчет Почему команда Вичи гейминг Игнорирует покупки Блокинг баров Почему нет ни одного Блокинг бара Контроль Много урона Плюс контроль 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 Плюс магический урон И ни одного Блокинг бара Вичи гейминг Не покупают Террор блейд Рашит какой-то Манки кинг бар Зачем вообще Манки кинг бар Так быстро Да там Нага Но Толку от урона Если ты не можешь Его наносить Если ты встань И будешь стоять Ставится арена Айдхантер Реведжи нет В итоге Супернова установлена Пытаются ребята Вкусить арена От Манки кинг Тут же Нага поет Нага может быть взорвется Нет Нага все-таки Успевает уплыть Очень Нага быстро Погоня продолжится Пока команда Сдек без потерь Принимают Абадона Абадон должен погибать Абадон и потик шилд На себя Выигрывается Две секунды Конечно же Убивает Абадона Смогли добить Тейтхантера Сетка на феникс Феникс получает Еще и стрелу Это минус два В пользу команды Сдек Опять же Тяжело В момент слипа Продолжать драку Никто не может бить Фу-фу-фу Семнадцать тысяч Перевес За команды Сдек И по факту Только у Террор Блейда Какое-то адекватное Количество денег Манки Кинг Бедный Купил себе этот Сильвер Опять же Не знаю Я говорил о нем Но стоило ли его Так рашить Прям вот Нег С предметом После Мэйл Штрома Запал свою саблю Но сейчас узнаем Насколько будет Тейт Хантера Проще убивать Абадона Атака Тиммейта больше нет Абадона убили Можно драться дальше Абадону Ну вот сейчас БПКБ обнажать Да парни БПКБ-то нет Грустно Ой Сандр Вембера Хорошо Слип от Наги Снова Нага запела Манки Кинга Усыпили Стрела в Манки Кинга Тут же Под Слип Очень классная комбинация Тяжело из-за контрита Если Абадон выкупится Тогда наверное можно Но Абадон почему-то Не хочет выкупаться Нет ребят Ну так игру не выиграть Так игру конечно не выиграть Не хотим выкупаться Прилететь на башню Как-то повоевать здесь Защитить того же Манки Кинга От стрелы мгновенно Чтоб он вышел И в этой аре Не мог драться тогда Тогда наверное Вам не стоит Заниматься Доты 2 Абадон появляется Но Байбеков У Коров нет Реперки Уходят в кулдаун Напомню Теперь в этом патче Нужно там минуту ждать По моему Или 45 секунд Не важно Главное что Реперки то В итоге нет 60 секунд Реперки кулдаун Какой это Принят Был сильней И какой он Слабый Сейчас Минус 2 линии Так Эмбер тут уже Накупает тебе Предметов КСН Реперки кулдаун В Думас Кстати Я еще ни разу Не видел Как собирали В рамках Профессиональной Доты Атака На Дайтхантера Снова слип Ребят Но вы без Блэкингбаров Ну какой расчет Почему нет Ни одного Блэкингбара Почему Рэвидж Я просто не могу Представлять Почему у Манки Кинга Даже фиг бая Нет Блэкингбара То есть Настолько нет Желания Ставиться арена На толку Ты получаешь Слишком много магии То есть Даже фиг бая Нет Там вроде как Тайтхантер решил Что да Наверное Папарац Подолк бы КБ классно Но Видите Он купил МКБ И в драке Сколько урона Ты нанес Сколько это 300 урона Там написано Ну извините 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 Кто поверил Мои предсказания Извините Кто не поверил Но Честно говоря Нечего добавить Я Я немножко удивлен Тыки побеждают Наверное Я недооценил То что Винчегейминг Уже один матч Проиграли Я наверное За этой командой Давно не следил Хотя Опять же Результаты у них До этого Не такие уж Плохие Ну ладно Бывают рядовые игры Когда не получается Что-то Считаю Что по этому Драфту Можно было играть Но Видите Получилось Как получилось Победа За командой Мы уйдем На паузу Посмотрим рекламу И Вторая карта Не заставит тебя Долго ждать Далеко не уходите Надеюсь Пауза будет Не очень длинной Далеко не уходите